Следующий зловещий урок, который мы с вами рассмотрим, это изготовление коврика для мышки. Коврик для мышки у нас имеет форму прямоугольную, круглую и квадратную. С прямоугольной формой у вас никаких проблем возникнуть не должно, если вы внимательно смотрели урок про пазлы. Берем, открываем картинку, образмериваем ее под размер коврика. Какой размер у коврика я опять же не помню, поэтому каждый раз я меряю, просто мне лень это запоминать, потому что бессмысленная информация. Образмериваем картинку, печатаем ее, разумеется, не забываем сделать небольшой запас, то есть прибавить где-то по сантиметру для того, чтобы у нас коврик был запечатан целиком. Вот, печатаем, прижигаем, коврик готов. Следующий момент, круглые коврики. Круглые коврики мы вырезаем кругом. Таким вот образом, то есть делаем выделение. Вырезаем на новый слой, вот эта кнопочка. У нас получается новый слой с этой картинкой. Ненужный мы убираем. После чего мы задаем размер коврику, как это сделать проще всего. То есть мы сначала убираем и отсекаем ненужное. Это проще всего сделать, выделив нужный слой. И нажав тримминг. В данном случае прозрачный пиксел подойдет. Окей. Вот у нас ненужные части картинки убраны. После чего мы задаем при помощи изображения. Размер изображения. Мы задаем размер, собственно, нашего коврика. Если я не ошибаюсь, он 21 на 21 сантиметр, на 300 точек на 9. После чего мы печатаем и прижигаем на коврик. И, наконец, самое сложное, это коврик сердечка. Коврик сердечка, он имеет какую-то форму. Соответственно, чтобы знать, какие части картинки попадут на него, а какие нет, мы берем, открываем. Уже готовый шаблон. У меня он находится где-то на диске D. У вас он будет находиться в компьютере Public, то есть на сервере. Открываю коврик для мышки. Коврик сердечка. Коврик сердечка представляет собой какой-то слой, который закрывает непопадающую часть изображения. Кроме того, он выполнен в размер коврика для печати. Соответственно, мы на этот файл добавляем картинку пользователя, которую он хочет нанести на коврик. Перетаскиваем ее. Кладем под слой. И увеличиваем размер этой картинки. Готово. После чего вот эту картинку можно уже печатать и прижигать. Обращаем также внимание на то, что все, что близко к краю, оно у нас сможет уйти при прижигании на коврик. Поэтому никаких важных элементов к краю не располагаем. Вот тут, в принципе, такого запаса будет достаточно для того, чтобы у нас голова не попала в разрез. В принципе, все. На этом про ковры урок считаю законченным.